Музыка Вообще, конечно, мне очень приятно, что сегодня меня показывают в телевизоре. Ну, конечно, всем интересно. Манекен. А то ведь на голубом огоньке мы всех показывали. И физиков, и лириков, и жуликов. А здесь все-таки манекен. В 20 веке было очень много великих актрис. Но в 21 век вошли немногие. Остались немногие. Ирина Зеленая. Уникальная актриса. Громадного дарования. Человек, который умел на сцене, на эстраде делать то, что после нее не умеет никто. Великая, гротисковая, эксцентрическая актриса. Она была удивительной. Ни на кого не похожей. Воистину неповторимой. Ее фразочки из разных фильмов люди помнят по сегодняшний день. Ну, губы такие уже не носят. Это нужно будет что-нибудь подобрать. Ну, хорошо. Средняя пухлость. Сексапил номер 4. Сказала она в своем крохотном эпизоде в фильме «Весна Александрова». И эта фраза прилепилась в сознании миллионов людей. Был такой фильм «Встреча на Эльбе», где у нее был крошечный эпизодик. Я спрашиваю, кто у вас лежит в кровати? Снаряд. Такой большой снаряд. О, пожалуйста, он не мешает. Но он абсолютно грязный. Его можно вымыть мылом. Не советую. Пожалуйста. Все эти фразы придумала она сама. В самом знаменитом ее фильме, где она выступала в роли, прежде всего, сценариста, вместе с Агнией Барто, написала «Подкидыш». Фильм, который знают все, потому что в нем абсолютно гениально играла Фаина Ранепская, одна из величайших актрис столетия. Но мало кто знает, что фразу «Муля, не нервируй меня» придумывал Рина Зеленая. А свою роль, домоработница, она придумала на съемках, когда снимали ее эпизоды. Хорошее дело. Нас вот так вот как раз в 57-й квартире старушка одна тоже зашла, попить воды попросила. Попила воды. Потом хватилися, пианино нету. Что вы, какое пианино? Это же мой папа. Нам просто очень нужен Юрий. Ну же я вам объясняю, говорю вам. Нет, ну Юрий дома нету. Я даже зашла, сама никого же не было. Записка у дверя в дветях. Дайте мне эту записку. Дайте мне эту записку. Вы как будто бы не верите ей Бога. Нет, смешно. Вы представляете себе, что я вас буду обманывать. Записка, вот вам записку возьмите, пожалуйста. Ведь сами людей обманывайте. Чтобы он здесь был, договорились им в конце вечера. В фильме «Девушка без адреса» она говорит. Советская девушка должна смело ходить в том, что мы внедряем. А в фильме «Иностранка» она говорит другую фразу, которую придумала она сама. Я буду стоять на этом месте, пока я не умру. А умру я не очень скоро. Она прожила очень длинную жизнь, почти 90 лет. И говорила о себе с присущим ей юмором, что Бог наградил ее никому не нужным долголетием. Был беспечным и наивным Черепахи юный взгляд Все вокруг казалось дивным 300 лет тому назад Когда она однажды пошла менять паспорт И увидела свой возраст Она пришла в ужас Она никогда не думала, что ей столько лет Она об этом не задумывалась У нее просто испортилось настроение Надолго За что? Воскликнула она Ирина Зеленая родилась в Ташкенте В 1902 году В дворянской семье Интеллигентной семье У нее было две сестры Муся и Зина Зина она очень любила Любила как-то особенно Был некрасивый отец Он был старшей матери Ничем не примечательный человек До Первой мировой войны Они переехали в Москву А когда началась война Она не знала, куда себя деть Она любила читать Верчаться перед зеркалом Любила одеваться Она не отличалась никакой красотой И очень хотела идти в театр Ну в особый театр Она мечтала быть не драматической А комедийной актрисой И она увидела объявление Прием в театральную школу Вот вам чего-нибудь хочется Эта школа была При свободном театре Она пришла в эту школу При свободном театре И экзамены принимали Знаменитая в свое время Актриса Елена Митрофановна Шатрова Последствия актриса Малого театра И Иларион Певцов Затянулась бурой тиной Гладь старинного пруда Ах, была как буратино Я когда-то молода Она пришла Будучи совершенно Неподготовленная К экзамену И стала читать стихи Стихи Никитина Она прочла эти стихи Стихи назывались Выезд ямщика Все хохотали Ее приняли И она училась в этой школе А потом, когда началась революция И было все очень трудно То отец, который переехал по делам в Одессу Он вызвал семью И она вместе с сестрой Мусей С братом Иваном С сестрой Зиной Они переехали в Одессу Вот он, Мадлен Вот он Здравствуй Мой родной дом Посмотри, Мадлен Какой красивый Это и твое наследство тоже Вот там рос высокий тополь Видишь окно на втором этаже Где, бабушка? Где цветы Ветки доходили до самого окна И я вылезла из окна Прямо на дерево И мой папа Твой прадед Вызвал две пожарных команды Чтобы снять меня оттуда Бабушка, неужели ты лазила по деревьям? Конечно Я тогда еще не была бабушкой Ты видишь, сама лазила А мне запрещаешь Они приехали туда В тот момент, когда они отцу Были совершенно не нужны Потому что у отца был роман С другой женщиной Хотя он был Не очень примечательный человек И не очень привлекательный Но он ушел и оставил мать И женился с другой женщиной И Екатерина Васильевна Зеленая Зеленая это настоящая фамилия Только ее звали не Ирина А Екатерина Она должна была Ну как бы обеспечивать семью Она не знала, как быть Она поступила в театр Крот В подвальчике в Одессе Был такой театр Извался Конфедерация рыцарей Острова театра Все любили этот театр Потому что Там было всегда смешно Там читали эпиграммы Пели романсы Вина Зеленая Стала Виной именно в этом театре Потому что Когда повесили афишу То Екатерина Зеленая Не умещалась Напиши Среди списка тех людей Которые там и работали И тогда решили Екатерина Те Снять И оставить только Рина И там она стала Риной Зеленой А потом они приехали в Москву И в Москве Она стала работать в ночном кабаре Оно называлось Нерыйдай Ночной кабаре Нерыйдай Организовал комик Петроградская оперетка Кашевский А его заместителем Был Георгий Тусузов Кто ходил в театр сатиры Уже не так давно В 80-е В начале 90-х годов Тот помнит Старенького Актера Который работал У Плучика Георгий Тусузов Его все любили смотреть Потому что В нем был Настоящий дар И Тусузов И Токарская Звезды Эстрады 20-х годов Нашли приют себе В театре у Плучика В театре сатиры Тогда В ночном кабаре Нерыйдай Тусузов был Главным человеком Это он придумывал Программы Нет Зощенко Нет Есенину Из Эйзенштейна В архив И тысячи всяких Маленьких Номеров Которые блистательно Исполняли Самые разные Знаменитости тех лет В том числе И неповторимая Рина Зеленая Это было очень знаменитая кабаре Там любили бывать все Скажем такой знаменитый Геннадий режиссер Как Юткевич Приезжая в Москву Из Питера Часами Сидел Просто не уходил Из кафе Не уйдай В этом кабаре Постоянно Бывал Маяковский А Рина Зеленая Боготворила Маяковского И Именно там Она выступала Вместе Со своей Приятельницей Поэтессой Верой Индр И они пили Такие частушки Вера Индр Пела Ямриэта Родом Из Прованса Люблю Поэта Анатолия Франс Арина Зеленая Пела А у нас есть свой Московский Владимир Владимир Маяковский В этом Кабаре Не уйдай Прошли Очень веселые Годы Ее жизни И там Она имела Очень большой успех Она вышла Замуж В этот период За Очень серьезного Юриста Старше себя Довольно Много лет Владимира Блюменфельда Не думаю Что она Очень сильно Его любила Пожила Она с ним Немного И они Остались Потом она Влюбилась В публициста Михаила Кольцова Но он был Женат Из этого Тоже ничего Не вышло И вторично Она вышла Замуж За архитектора Константина Тихоновича Топурица Необыкновенно Красивого Человека И очень Одаренного Смотрите Невеста Невеста Илюши Без вашего Высочества Топурица Был человек Редкого Обаяния Очень любил Екатерину Васильевну И она Любила его Характер у него Был чудовищный Она его Очень легко Переносила Когда он Не разговаривал С ней Иногда Часами Она Рыдала Он Не обращал Внимание На какие Рыдания Бил с головой Об стенку Он вообще Делал свои дела Ничего не замечал Потом Подходил И говорил Вина Я тебя Прощаю Она Переставала Плакать И чувствовал Себя Снова Счастливой Женщиной Я стояла Слева Вся в белом Невеста Он справа Весь в черном Жених Ну прямо Не уникенный А положительные герои Из современной пьесы Не уникенный Когда она уезжала На гастроли То он ей всегда говорил Ты должна мне писать Каждый день Это совершенно не значит Что я тебе буду Читать твои письма Но писать ты должна Все что угодно Просто я каждый день Должен иметь На письменном столе Твое письмо Хозяйство вела Конечно не она Она не умела Ничего Не готовить Не шить Она не умела Даже пришить пуговицу Хозяйство вела Его сестра Тамара Па-па-па-па Крупней горох Барабану хорошо Барабану хорошо Как и Как и Как и Стану плохо А в 23-м году Она переехала В Ленинград И поступила В театр Балаганчик Там она познакомилась С художником Лентуловым С Маяковским Во время его Гастролей В Ленинграде В 24-м году Переехала в Москву И три года Работала в театре Сатиры Она сыграла роль В жизни Очень многих людей Когда она была Еще в Одессе В этом театрке Подвальчике Крот То там Главным Режиссером Был Владимир Типот Впоследствии Создатель Знаменитых Оперед Свадьба Малиновки Вольный ветер А тогда он там Жил с женой И когда Рина Зеленая Уехала в Москву А в Москве Она жила в комнате Где было 6 метров Квадратных И она привезла Типота С женой И когда Типот Стал знаменитых Он естественно Всегда помнил О том добре Которое сделала Для него Рина Зеленая Потому что Если б не она То не сложилась бы Его биография А когда она была В балаганчике В Ленинграде У нее Завязалась Ну Привязанность Связь Дружская Конечно С одним юношей Она без конца Бегала В кинотеатр Селект Совсем не смотреть Фильм А слушать Мальчишку 15 лет Который играет В этом селекте Это был Митя Шостакович В последствии Гениальный Композит 20-го века А отношения С ним Начались Все лекции Именно тогда В 23-м году А ты кто такая? Не говори со мной На ты Я На 300 лет Старше тебя И 300 раз Лучше знаю Жизнь Правда Ты этого не понимаешь Потому что Потому что Ты бросил школу И совсем Не умеешь считать А вот и умею Просто мне сейчас Нечего считать А когда у меня Были деньги Я умел считать До пяти А ты знаешь Ты почему-то Мне Очень понравился Я обаятельный Нет Не в этом дело Ты добрый Ты любишь Папу Карло И веришь Что создан На радость Людям А в 27-м Арина Зеленая Была принята В мизик-холл В мизик-холле Тогда Работали Блистательные Эстрадные мастера Вот уж поистину Была Великая эстрада Это не имеет Никакого значения Что потом У нас была Идеологическая эстрада Такая была жизнь Но Все они вышли Из этого Удивительного Жаргона Одеско-московского Как они его называли Как пройти на улицу Роза Роксембург Вы не знаете? Я не знаю Кто же тогда знает Простите Я как раз туда иду Я вас провожу Извините А вы откуда? Вчера из Парижа О, должен вам заметить Что в Одессе Есть уголки не хуже Чем в Париже Да А в Париже Есть уголки хуже Чем в Одессе А вы откуда, миссия? А я позавчера из Парижа Турист О, вы были в Парижа? Позавчера У нее отличный слух О, Париж, Париж Вас Париж не интересует? О, но, но Только Одесса сегодня Все эти люди Где была Прима Ослепительная Роскошная Необычайно талантливая Валентина Токарская У нее была большая жизнь В последствии Она и сидела в тюрьме И была женой Киносценариста Каплева Окончала жизнь Уже в Москве В театре сатиры Борис Тенин Мария Миронова Блистала На этой сцене Музик-хола И там Появилась Рина Зеленая Я стояла В середине Витрины Все в синтезе Слева елки Справа палки В зубах Вайрышка Все останавливались Она очень часто Поступала В концертах Мастеров искусств Были тогда Такие концерты Отличавшиеся Очень высоким вкусом И очень высокой Культурой Потому что Культура Карикатуры Была В то время Не груба И не вульгарна И был еще один момент Что при всем том Что она была Благополучна И в сталинское время И в послесталинское время Она умела снижать Патетику Окружающей жизни И все ее рассказы И все ее выступления На эстраде Они Обескураживали Порой Зрителей Потому что Они совершенно Очевидно Снижали Такой Навязываемый Сверху Энтузиазм Ну Как вы себя чувствуете? Пока в состоянии Полной девизонности Я даже не понимаю Где я нахожусь Так это же Новогодняя ярмарка Да Вы сейчас можете Приобрести все Что вам угодно Да Я хочу приобрести Все новогодние подарки Сразу Пожалуйста Вот перед вами Киоск Все Однажды Произошел Такой эпизод Опоздал Аккомпаниатор Вовремя Не приехал И А надо было Ей выходить На сцену Ей сказали Что раз Его нет И значит Она не сможет Спеть никакого Романца То тогда Она должна Что-то прочесть И она прочла Детским голосом Майдадыр Чуковского Зал 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 И с этого Маленька У нее Возникает Целый цикл Взрослым О детях Например Вот из чего Управдашных Настоящих собак У нас и сделано Мы Все-таки Из кожи Лежали Склеенки А если же Из кожи Почему же Такие блестящие Если Склеенки Почему же Такие Шуршавые Своих детей У нее не было Она воспитывала Двух сыновей Кито Тапуриц Детские фразы Детские выражения Она Имела Огромное количество Программ Рассказов Рассказиков Ее было бездна Выступления Сочетать Количество Ее выступлений Невозможно Ее обожали Потому что Так как она Умела Разговаривать Детскими голосами Как она Имитировала Детскую речь Так делать Не умел Ни один Человек В ней был Какой-то Природный Гениальный Юмор Она К сожалению В 60-х годах Стала болеть Как-то Изменилась Сильно Изменилась Очень Постарела Подувнела Стала Меньше Ростом И очень Болезненно К этому Относилась Это ты Дуримар Опять Мутишь Воду Ай Ты Старый Плавучий Чемодан Ты Распугал Весь Пруд Ты Нервируешь Пиявок Скоро Кончится Это Безобразие Не Кончится Пока не Выловлю Всех Пиявок Твоей Грязной Лужи Тетушка Тортила Понятно Зачем Они тебе Нужны В таком Количестве Ну ты же знаешь Я занимаюсь Врачеванием Ты не врач Ты Журлатан А зачем мне быть Врачом Когда твои пиявки Сами лечат людей А денежки Сыплются мне В карман Это Это же Ненаучно Ненаучно Тебе каждый Школьник Объяснит Ты выловишь Всех пиявок И некому Будет Лечить людей А до этого Она была Ослепительна Она была Очень хороша И была Смелым Человеком Ее любили Все Ее любил Корней Чуковский Ее любил Алексей Толстой Арина Зеленая Дружилась Его женой Поэтессой Натальей Крандиевской Интеллигентнейшей Изысканной Женщиной Которая Писала Замечательные Стихи Была Очень умна Родила Алексея Толстого Детей И была С ним В долгом Долгом Браке А потом Он Оставил Ее И женился На Людмиле Ильиничней Баршевой Она была Сначала Женой Писателя Баршева А потом Когда Баршев Был арестован По Просьбе Крандиевской Переехала К ним в дом Работает Секретарша Алексея Толстого Толстой Влюбился Сошелся С ней Женился Переехал В Москву Очень много Людей Которые были Дружны С этой Семьей Остались Навсегда Дружны С Натальей Крандиевской И Не переходили На другую Сторону Арина Зеленая Очень легко Подружилась С Людмилой Ильиничной И так же Легко Как она Бывала В доме Алексея Толстого В Ленинграде В доме Натальи Крандиевской Так же легко Она бывала В доме И Баршевой Это был Ее характер Она вообще Была очень Гибким Человек Удивительно Гибким Ее любил Сталин Очень Когда в 1938 году Было решено Послать На Северный Полис Делегацию Из 13 Человек Для того Чтобы Давали концерты Нашим Полярникам Которые Сидели На льдине И надо было Пролететь На Северный Полис И жить И давать концерты И на острове Диксоне И в Нарянмаре И бог знает На каких Крайних Северных Точках Планеты Туда Отбирали Только тех Кого По тем временам По 1938 году Считали Прежде всего Людьми Доверенными И И талантливыми Но Запомнилась Одна Одина Зеленая Которая Летала Туда И была Счастлива Клянусь Клянусь Если люди Стали Принимать Счастье За деньги А деньги За счастье То никто Никто Никогда Не получит Золотого Ключика Клянусь Никто Никогда Не получит Ключика Какого Ключика Золотого Что ты Сказала Она Всегда Была Счастлива Она Любила Это Оптимистическое Состояние Оно Жило В ней Она Закала Очень большую роль В жизни Поэта Сергея Михалкова Она Была Им Очень Увлечена А он Был Тогда Никто Это Было Начало 30-х Годов Сергей Владимирович Михалков Знал Что Ирина Зеленая Любит Читать Рассказы Про Детей И Вообще Любит Читать Рассказы Неизвестных Авторов Ну да Я Совершенно Наизусть Знаю Решительно Все У меня Подруга Актриса Прекрасная Актриса Она Один раз Даже Играла Дездемона Ее Своими Руками Душил Народный Артист Уртбургской СССР Прекрасная Красная Актриса Очень Интересная Женщина Она Знаете Такая Внешность Она была Некрасивая Но породистая Очень Долго Потом Она Долго Работала В филармонии Она была Исказительница Народных Сказок Очень умная Даже трудно поверить Но очень Очень умный Человек Очень умная Женщина Между прочим Вот у них как раз Недавно Они разводились И он ее не отпускал Ни в коем случае Ни за что И она тогда Замечательно Она ему сказала Она удивительно Просто Она ему ответила Она сказала Что любовь Это красивая Трепещущая Бабочка И не хватайте Ее за крылья Грязными руками Иначе бабочка Шоколей Она в этот момент Увлекалась Спортом Ее можно было Всегда найти На теннисном корте Она блестящий Головный теннис И Михалков Приходил туда Он был тогда Молодой Высокий Худой У него не было В кармане Ни одной копейки Денег Он подождал Она очень холодно Его встретила Сказала Покажите Что мне принесли Но он ей дал Свои стихи Она села на скамейку Прочла Сразу поняла Что он Очень талантливый человек Она его потом Поила Кормила Помогала ему Зарабатывать деньги Водила его В жургаз Там где теперь Находится Дом журналистов И Смотрела на него В момент Когда он ел А он съедал Одновременно Шесть мясных котлет Она это Понять не могла Как можно было Одновременно Сесть такое Количество мяса А он был Голоден Тогда Никто не мог Подположить Что он станет Одним из самых Состоятельных Знаменитых Людей И он Всегда Помнит То добро Которое Делала ему Рина Зеленая Это у него Был рассказ о том Как он На фронте Однажды услышал Как солдаты Сказали Черт возьми Убили Рину Зеленую Разбомбили Он вздрогнул От ужаса Оказалось что Пластинки Рины Зеленой Попали под бомбеж Война Война Сыграла огромную роль В ее жизни Она сыграла Бесчисленное количество Концертов В годы войны И даже Расписалась На Рейхстаге Невысокого росточика Она Юркнула Между двумя Моряками И каким-то Пехотинцем Которые хотели Ее Отшвырнуть И вдруг Увидели Что это Сама Рина Зеленая И она Спокойно Расписалась Она снялась В 39 Фильмах Первый В 1931 году Путевка В жизнь На столе Стоит чернила В черниле Два пира Прощай папа Прощай мама Я поеду На кафе Но после этого Был большой перерыв И И потом Она снималась В фильме Светлый путь Где она встретилась Любовь Петровна Орловой С которой Очень дружила И очень любила Любовь Петровну И всегда говорила О том Что нету Второй такой звезды Как Любовь Петровна Орлова И быть Не может Потому что Люба Орлова Умеет все Петь Танцевать Играть У нее лучистые глаза И редкое Обаяние И она все время Снималась Вместе с Орловой Это было и в Светлом Пути И в фильме Встреча на Эльбе И в знаменитой Весне В крохотной роли О которой я уже говорил Где она играла Гримершу Кстати сказать Не было такой роли В сценарии Потому что в сценарии Был Гример Мужчина А Рина Зеленая Так Достала Александрова Что убедила Его в том Что какая разница Ну кто будет Гример Или гример Никакой разницы Не будет Он сказал Ну тогда только Вы сами Ирина Напишите текст Она говорит Я это делаю Всегда Сама И с удовольствием Написала текст Она прежде всего Должна мне выдать Капочки Если они мне полагаются Правда А потом я уже С ними могу делать Все что мне угодно В конце концов Я могу с ними Просто в них спать Что вы сделали Сегодня со своим лицом Уберем эту деталь Вы сегодня Совершенно на себе похожи Что вы говорите Совершенно не похожи На Никитину я говорю Ха-ха Ну нос Нос уже Совсем Другой конфигурации А по-моему Он похож Тампончик Еще тампончик Довольно Я достаточно похожа На Никитина Без ваших тампончиков Это вам так кажется Спрится Ну посмотрите Какое у вас лицо Какая грубая работа А мы из вас Сделаем Настоящую Никитину Делайте Что хотите Она фонтанировала Своим Юмором Своим Острым Взглядом На жизнь И не хотела Замечать Негативных Сторон Потому что Любила Свою страну И мир И мир В котором Она жила Она снималась У Александра Почти всегда Даже в последнем фильме Любовь Орловой Скворец И Лира Там тоже Снималась Ирина Зеленая Старый фильм Поэт Что я Маркиза И что векон В меня Влюблен Мои малейшие Копыли Говорит поэтессу Всегда Готов Исполнить Он Он О любви Это Можно Смотреть До бесконечности В камузоле В белом парике А я Вздыхаю Разнодушно И думаю О пастушке Ах, почему Я не пастушка Ах, почему Мы не вдвоем Игорька Вздрагивает Мушка Над маленьким Танцовым Ртом Которые Стали классикой Советского Кинематографа Черепаха Тортира В фильме Приключения Братина Приключения Шелок Холмса Где она играет Миссис Хатсон Я Миссис Хатсон А, очень приятно Замечательная роль Она Стоит перед глазами Англичанка Настоящая Она умела Играть Национальный колорит А есть фильм Который я лично Могу смотреть Бесконечно Фильм Рязанова Дайте Желобную книгу Она там поет Романс Мне минуло 17 лет Очень немолодая Женщина Просматривает Какой-то сборник По поводу Обмена Жилья Потом она Выходит на эстраду И поет Этот романс Луна Луна Роняет Нежный Свет Сменяя День Приходит Вечер А мне Всего 17 лет Любовь Спешит Ко мне Навстречу Мне Надо видеть лицо Олега Борисова Как он слушает Рину Зеленую Любовь Свершись Ко мне Навстречу Она поет И вы во власти Ее необыкновенного таланта Люди потом Писали письма И спрашивали Кто поет Вместо Марины Зеленой А пела она сама Это был по-моему 77 год Она снималась в фильме Про красную шапочку И Женя Евсегнеев Приходил После съемок И разговоры были только О Рине Зеленой О ее юморе О ее Особой Какой-то Изысканности Ее боль Заключалась в том Что главных ролей У нее Не было Ни одной Никогда Но она С большим удовольствием И снималась И работала В мультяшке Я буду тебя учить Я буду с тобой гулять Ты умеешь Умею Ну куда ты прыгаешь Ну что ты же Весь запутался Ай Ну кто бы тебя распутал Если бы У тебя теперь Не было пахли Ну пахли А когда не стала Котэ И когда она осталась Одна Она не знала Куда себя деть И она все время Говорила вот эту фразу О том Что Бог Наказал ее Долголетие Она не хотела жить Если она Не может работать Мы молодежь и журнал А вы рассказываете О каких-то Совершенно Антипедагогических Неправдоподобных Вещах Ну Где вы видели Чтобы мужья Изменяли женам Я лично Это такого Совершенно Не помню Потом Это же наши мужья Это же Наши жены Это Абсолютно Нетипично Правильно Я тоже много Об этом думал У меня есть Другой вариант Гаврила был Примерным мужем Гаврила женам Верен был Вот Вот это Гараздо Лучше И заметьте Намного Острее А потом Она переехала В Матвеевскую Это дом Ветеранов Кино Она всех знала И со всеми Была в очень хороших Отношениях Но близких Людей С которыми Она дружила У нее не было Она плохо видела Глаза Отказали Ей Она была Очень больна У нее Была сломана Шейка бедра Однажды Она упала И Долго Провалялась В яме На территории Матвеевской Потом Когда она Увидела Какого-то Проходящего Человека Она сказала Пожалуйста Тут валяется Рина Зеленая Поднимите ее Она не теряла Умор В самых Не юмористических Ситуациях Возьми ключик Он принесет тебе Счастье А что мне с ним делать? Забыла Совсем позабыла Очевидно Это начало склероза Я помню Что нужно Этим Ключиком Открыть Какую-то Дверь А А какую Забыла Конец жизни Был Конечно Печален Но было Блестящее Начало И была Прожита Блистательная Жизнь Жизнь В котором были важны Не ордена Не награды Которых она всегда имела Довольно много А Ее заразительность Мы сегодня Очень часто говорим о том Что у нас Упала культура Но это произошло Не только у нас Во всем мире Просто пришла Другая культура Массовая Просто Уровень Вкуса Другой Стал И у Усполнителей И у тех Кто пишет Для Людей И стран И Вся обстановка Вокруг Не позволяет Появляться Таким Мощным Индивидуальностям Которые Одним Своим Появлением Покоряли Толпу Мир И звук Голоса Которого Знал Каждый человек На российской земле Такие Как Вина Зеленая Доктор Ватсон Откуда Вы меня Знаете Вы Раненый Доктор Ватсон И вообще Что это Все значит Это значит Что Мистер Холмс Оказал Неоценимые Услуги Великобритании И я горжусь Что Отблеск Славы Этого Великого Человека Падает На меня Миссис Ватсон Это я Доктор Ватсон Наконец-то Вы меня Узнали Все Что здесь Происходит Это государственная Тайна И даже Вам Я не могу Открыть Ватсон 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 Ватсон